Дети, в честь моего дня рождения, я сегодня отпускаю вас домой! Спасибо, учитель Балди. Простите, что не подарили вам подарок. Мы просто не знали. Да, мы не знали. Ничего, мне не привыкать. Вам звонят. Не глухой. Это звонит ваша бабушка. Она, наверное, хочет вас поздравить. Я знаю. И вы даже не поднимете тропку. Я занят. Я думаю. Хотите, я отвечу за вас, что вы заняты? Положи телефон на место, девочка! Ну, я просто хотела, чтобы она не переживала зря. Положи телефон! Ты не знаешь мою бабушку. Тебе не приходилось справлять свой день рождения в ее доме. Ты не можешь себе представить, как это отразилось на мне. Если бы вы рассказали нам, то мы бы узнали. Ладно. Мои родители всегда были занятыми людьми. И не всегда могли провести время со мной. Но однажды это произошло и в мой день рождения. К сожалению, сынок, этот день рождения тебе придется провести вместе с бабушкой. Так как мы с мамой улетаем в Таиланд отдыхать. Отдыхать? Но ты говорил... Ой, я оговорился, не отдыхать, а работать. Это так печально. Ведь я так люблю день рождения. В кругу семьи, праздничный торт и подарки. Бабушка, это тоже твоя семья. И к тому же она тебя любит. О подарках и торте не беспокойся. Об этом я позаботился. Я дал бабушке денег. Много денег. Чтобы она организовала твой день рождения в лучшем виде. Бабушка, ты не забыла, что сегодня мой день рождения? Не забыла. Просто уже вечер наступает. И мне непонятно, когда же ты успеешь организовать праздник? Да-да. Времени осталось мало. Иди перебери в гостиной. Я там стол накрою. Заниматься уборкой в свой день рождения? Но я ведь именинник. Ну и что? А я бабушка старенькая. Я не могу убирать. У меня спина болит. Или ты хочешь меня в гроб загнать в твой день рождения? Нет, нет, что ты. Я сейчас все приберу. Бедный мальчик. Сестра обязательно испортит ему день рождения. Ее методы воспитания просто возмутительны. Ну ничего. Уж я-то постараюсь все исправить. Так, ну вроде бы чисто. Пойду скажу бабушке, что можно накрывать на стол. Бабушка, я все сделал. А какой тортик будет? Ты что, торта не будет. Сколько можно тебя учить, что сладкое есть вредно? Ну день рождения ведь. Я испеку пирог. А начинка из чего будет? Из-за лучшего друга детей. Ха-ха-ха. О нет. Это ужасно. Моя бабушка, наверное, сошла с ума. О да. Как это прекрасно. Моя бабушка, кажется, решила меня разыграть. И устроить мне лучший день рождения. Вот так нужно отмечать день рождения внука. Думаю, мальчику понравится. Ух ты. Такого большого именинного торта у меня еще не было. И так много конфет, что мне их хватит на целую неделю. Не может быть. Да ведь это то, о чем я мечтал так долго. Мальчик, смартфон. Что здесь происходит? Бабушка, спасибо тебе огромное за торт и подарок. Теперь я не буду скучать по вечерам. Ведь я накачаю себе кучу интересных игр на смартфон, которые ты мне подарила. И буду в них играть. Положи телефон на место, мальчик. Положи телефон. Ты не знаешь, как он может испортить тебе твое здоровье. Но ты же сама подарила. В мусор его. А торт? В мусор торт. Ну оставь хотя бы маленькую конфетку. В мусор конфетки. Ты что, хочешь без зубов остаться? Ну как же мой день рождения? Ты же обещала накрыть стол на праздник. Я обещала. И я сдержу свое обещание. Сейчас я принесу пирог. Из-за лучшего друга детей. Ха-ха-ха. Это ужасно. Залегка сестра все-таки испортила мальчику день рождения. Ух, старая ведьма. Не могу на это смотреть без слез. Пойду поиграю в игру. Кажется, сегодня на сервере должен быть вай. Из кого же она испекла пирог? Ведь тут у меня нет друзей. А если это Слендер? Ведь в последнее время мы с ним неплохо ладили. И он может считаться моим другом. К тому же он сам говорил, что любит детей. Значит, пирог из лучшего друга детей, который испекла моя бабушка, это пирог из Слендера. О нет! Слендер! Чего кричишь? Всех детей в округе распугаешь. Слендер, ты жив? Ну, я бы так не сказал. Не то, чтобы жив, но и не то, чтобы помер. А что ты тут делаешь? Ну, как всегда, вышел в лес погулять, на людей посмотреть, себя показать. Значит, бабушка не испеклась тебе от пирог. Еще чего не хватало. Ты, малыш, меня плохо знаешь. Не такой я парень, чтобы из меня пироги пекли. И к тому же я невкусный. Слендер, пойдем со мной в дом. Меня пугает моя бабушка. Кажется, она сошла с ума. Она приготовила мне пирог из лучшего друга детей. Как ты думаешь, кто бы это мог быть? Даже не знаю, малыш. Кто бы это ни был, я тебе помогу с этим справиться. К тому же у меня разгорелся зверский аппетит. Идем. Признавайся, мерзкая старушка. Из кого ты испекла парню пирог? Ах, Балди, почему ты не предупредил меня, что приведешь гостей? Я бы поставила дополнительные приборы на стол. Не беспокойтесь, я привык есть руками. Ну, тогда прошу вас к столу. Надеюсь, вы любите морковный сок. Любил, когда был маленьким. Думаю, тогда вы не откажетесь и от пирога из-за лучшего друга детей. Пирога со шпинатом. Пирог со шпинатом? Звучит заманчиво. Балди, а ты чего не садишься за стол? Тут так много вкусной и полезной еды, чтоб меня так бабушка в детстве кормила. Погоди, Слендер. Мне нужно выяснить еще один вопрос. Хорошо, бабушка. Я понял, что ты хочешь, чтобы я был здоровым. И поэтому выбросила торт. Но где же мой подарок? Вместо телефона, который ты тоже выбросила. А вот и твой подарок. С днем рождения, внучок. Ну, это просто палка. Это не просто палка. Она сделает твое тело сильным, красивым и здоровым. Это волшебная палка? Не совсем. Это турник. Прикрепим его у тебя в комнате. Будешь подтягиваться. Тогда и станешь сильным и здоровым. Но папа оставил тебе много денег. Очень много денег. А ты купила мне только турник? Ах, Балди. Ты, наверное, забыл, что я живу далеко от города. И доставка этого подарка обошлась дорого. Очень дорого. Мне даже пришлось еще доплатить сверх того, что оставил твой папа. Но чего только не сделаешь ради здоровья своего внука. Ну, что ж, Балди. С днем рождения тебя. За твое здоровье. Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали. Малой Супер, привет. Аля Сопрано, привет. Виктория Шумилова, привет. Лайм Ту, привет тебе. Роми Дон, привет. Андрей Чигрин, привет. Мега Братя Блей, привет. Макс Про, привет. Мега Лодка, привет. И Вет, привет. Ну, а вы подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Пишите приветы в комментариях. То есть передавайте мне. И делитесь с друзьями в соцсетях. На этом сегодня все. Всем пока.